Сегодня я снова отвечу на вопросы начинающих самогонщиков. Самогонщиков со стажем. Просьба не выражать свой негатив на эту тему, ибо все мы с вами когда-то начинали и задавали вопросы, которые сейчас, на сегодняшний день, нам кажутся элементарными. В общем, ответы на вопросы начинающих самогонщиков. Присоединяйтесь, поехали! САМОГОН САНЫЧИ Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. И для начала начинающим самогонщикам я бы посоветовал приобрести вот эту книгу, которую я написал. Она вас избавит от многих вопросов, к тому же многие ответы будут уже у вас на столе, и вам не придется искать их в интернете. Ибо там есть рубрика «Ответы на вопросы», которая и была составлена по вопросам начинающих самогонщиков. То есть я просто выбрал те вопросы, которые наиболее часто возникают у тех, кто начинает самогонное варенье, и включил в эту книгу. И первый вопрос задает зритель канала под ником Серж Простой. Здравствуйте, пишет он. У меня вопрос по поводу самогонного аппарата. Я работаю на аппарате без царги с сухопарником. Хочу приобрести аппарат современный и варить самогон в режиме подстил и в режиме самогонного аппарата. Но там нет сухопарников. Получается, сухопарник не нужен. Почему? И в чем разница между диаметром царги 1,5 и 2 дюйма? Ну, отвечать я начну с конца. В чем разница между диаметром царги 1,5 и 2 дюйма? Я на эту тему, уважаемый Серж, уже снимал видео. Ссылочка на это видео сейчас появится на экране. Пройдите, посмотрите. Там дан доскональный ответ, в чем разница царги 1,5 и 2 дюйма. Теперь по поводу сухопарника. Да, совершенно правильно, в данном варианте сухопарник не нужен. Я просто поясню, что такое сухопарник. По сути, это, будем так считать, вот такая банка, имеющая два патрубка. В один патрубок входит пары нашего дистиллята, и с другого они выходят. Значит, банка просто на воздухе охлаждается, пары в ней, естественно, охлаждаются. И те фракции, которые имеют температуру кипения наиболее высокую, охлаждаются в первую очередь. И конденсируются они в банке. По стенкам они попадают на одну банку, и здесь вот у нас скапливаются тяжело кипящие фракции. То есть, это наши с вами хвосты, сивушные масла, или, просто говоря, сивуха. Когда здесь скопилось какое-то количество, желательно банку снять, вылить это все дело, и снова банку поставить. Это способ не особо хорош, особенно, когда вы делаете самогон на газовой плите, поскольку это пожароопасность. То есть, другими словами, вы отсоединили банку через шланг или патрубок, у вас не равен час брызнула спиртосодержащая жидкость и брызнула на огонь. В общем, это, конечно, очень печально будет, если у вас это произойдет. Поэтому, вот такие сухопарники, они хоть и дешевы, хоть и может его каждый сам сделать, они все-таки опасны для самогонного варения. На заводах выпускают совершенно другие сухопарники. Они сделаны, принцип тот же у них, то есть, принцип стаканов, просто они сделаны, соответственно, из нержавейки. И, как правило, в дно вставляется кран сливы жидкости. То есть, вы можете подставить ту же банку, открыть этот кран сливы жидкости, безопасно слить конденсат, снова закрыть этот кран и продолжать перегонку. Вот, в принципе, на чем основан принцип действия сухопарника. Бражная колонна, вот аппарат передо мной. Собрана эта колонна, как видите, в режиме классической перегонки. То есть, здесь даже дефлегматора, наверное, на текущий момент нет. Значит, здесь функцию сухопарника выполняет сарга. То есть, пары, поднимаясь по ней, тоже охлаждаются естественным путем от воздуха по стенкам этой сарги. Они опускаются вниз и попадают обратно в наш перегонный куб. Естественно, охлаждаются пары, которые имеют наиболее высокую температуру кипения, и именно они конденсируются. То есть, это та же сивуха. Поэтому они просто попадают обратно в куб, и нам ничего с вами сливать не надо. Поэтому, вот, в общем-то, и сама суть, почему сухопарник на аппаратах колонного типа не нужен. Ну, а если, конечно, сверху этой сарги мы ставим еще дефлегматор и подключаем туда водяное охлаждение, соответственно, вот этот вот процесс охлаждения паров усиливается, и это дает большую разделяющую способность нашему аппарату. Соответственно, вот в таком режиме, в режиме укрепления на аппарате с колонной, всегда самогон получается более качественный и более крепкий. Надеюсь, Серж Простой, я на ваш вопрос ответил. Следующий вопрос задает Дмитрий Сеченик. Вопрос тоже, на который я не раз отвечал. А хвосты обязательно в Брагу? Концентрация сивухи будет расти. Ну, во-первых, хвосты не обязательно в Брагу, многие самогонщики их вообще не отбирают. Кто-то отбирает и отправляет сразу в утилизацию, то бишь в канализацию. Поэтому хвосты в Брагу не обязательно. Но более экономные, так скажем я в их числе, хвосты отправляют действительно в Брагу. Но я сразу хочу сказать, естественно, концентрация сивухи, по мере того, сколько раз вы будете повторять этот процесс, будет расти. Поэтому я это делаю три раза. На третий раз, после того, как я уже отобрал тело, я вообще не отбираю хвостов, всю эту борду сливаю. А в следующий раз, когда начинаю перегон уже новой Браги, естественно, не добавляю туда хвосты. И пошел цикл по новой. Три раза отбираю, три раза добавляю. И на этом все. Следующий вопрос задает Ваха Сибирский. Самогонщики, подскажите, что-то не понимаю. Ставлю Брагу 20 литров сахара, 20 литров, сахара 6 килограмм. Выход 4 литра 78% Сэма. А если на 20 литров насыпать 10 килограмм, то выход будет больше. Не ругайтесь только, я новичок в этом щепетильном деле. Ваха Сибирске. Во-первых, хочу порекомендовать вам посмотреть мой плейлист самого наварения. Ссылочка на него появится сейчас на видео. И вы там сможете увидеть массу интересных роликов для вас. И в том числе ответ на этот вопрос. Здесь коротко я скажу так. 20 литров и 10 килограмм сахара. Это гидромодуль один к двум. Ни одни дрожжи такой гидромодуль не переварят. Запомните просто раз и навсегда. Если вы пользуетесь обычными прессованными дрожжами или прессованными дрожжами спиртовыми, гидромодуль должен быть не менее один к четырем. То есть на 4 литра воды 1 килограмм сахара. Если же вы пользуетесь специализированными сухими спиртовыми дрожжами, дрожжи Турбо, их все знают, наверное вы тоже, гидромодуль ни в коем случае нельзя опускать ниже 3,2 литра воды на 1 килограмм сахара. Ниже 3 литра уже ничего лучше не будет у вас. У вас будет только хуже, ибо дрожжи погибнут еще до того, как переварят весь ваш сахар на спирт. Так что здесь в общем-то никто не ругается, но вот эти два коэффициента 1 к 3 и 1 к 4 запомните однозначно. Но лучше всегда использовать, особенно когда у вас есть место в бродильной емкости, коэффициент 1 к 5. 1 к 5, кстати, это такой бронебойный модуль, при нем работают абсолютно все дрожжи, в том числе и хлебопекарные. Так, следующий вопрос задает Сергей Семенов. Сколько по времени в идеале настаивать напитки? Сергей Семенов, значит здесь я не могу вам сказать четкого рецепта, потому что вы даже не указали, есть наливки, которые допустим настаиваются и месяцами. Основная категория настоек, прямо скажем, они настаиваются примерно 2 недели, то есть 10-14 дней. Если вы желаете сократить этот срок, вы можете сделать рядом способов. Я тоже уже снимал видео, как ускорить время настаивания на стойке. Единственное, что в этом видео я хочу порекомендовать вам, вот такие вот крышки ВАКС. Это вакуумные крышки, которые действительно, вот я недавно их приобрел, они действительно очень сильно ускоряют, почти в 2 раза, скорость настаивания. Я ими сейчас пользуюсь постоянно. Я не помню, где я их взял, они, по-моему, и на Яндекс.Маркете продаются. Ну, в общем, погуглите, вы найдете. Стоят они не так дорого, по-моему, около 300 рублей. Вот такой вот комплект вместе с насосом на 9 крышек. Но, во всяком случае, это вам сильно упростит жизнь при настаивании вашего продукта. Следующий вопрос задает зритель под ником «Дизель 1990». Брага перестала бродить на третий день. Крышку можно открыть, чтобы измерить температуру. Дизель 1990. Ну, в принципе-то, конечно, можно, просто важно, какая брага у вас. Если у вас брага, допустим, на пшенице, там и на диких дрожжах, она вообще должна бродить порядка двух недель, и, в общем-то, рано вам еще открывать крышку, нет смысла. Если это сахарная брага, то, несмотря какие дрожжи вы использовали, то, вполне возможно, она уже полностью сбродила и готова к перегону. Так что, если у вас сахарная брага, смело открывайте крышку, пробуйте брагу на вкус, измеряйте температуру, и, возможно, вам уже пора ее просто отдавать к перегону. И снова возвращаемся к вопросу браги и дрожжей. И задает этот вопрос зрительница под ником Татьяна Леонова. Брага бродила 6 дней и успокоилась. Что можно сделать? На вкус сладко-горькая. Или выливать 10 килограмм сахара, 1 килограмм дрожжей спиртовых экстра, в скобочках, почти просроченных, 35 литров воды бутилированной. Ну, во-первых, если уже брага горьковатая, выливать-то ее точно не надо. Но вот опять, смотрите, 10 килограмм сахара, 35 литров воды. Гидромодуль какой? А 1 к 3,5. Дрожжи спиртовые экстра. Я так понимаю, это у вас прессованные дрожжи. 1 килограмм, судя по всему, именно так и есть. Так вот, дрожжи прессованные, они не любят, еще раз говорю, этот гидромодуль. Ниже 1 к 4 гидромодуль. Уменьшать не надо для прессованных дрожжей. Поэтому вполне возможен тот вариант, что они не просто почти просроченные, хотя и в этом причина может быть. Но еще причина в том, что просто уже концентрация спирта достигла такого предела, что дрожжи начали погибать. Но при этом они не успели переработать полностью сахар, который вы туда заложили. Соответственно, если был гидромодуль более высокий, то есть 1 к 4, они бы успели это сделать, а здесь уже вряд ли. Поэтому, я думаю, вам стоит уже, в общем-то, просто еще раз попробовать, если вообще никакого брожения. Ну что ж, надо отправлять в перегонку или заряжать новые дрожжи и доливать воды и так далее. То есть вылечивать брагу. Я бы на вашем месте, честно говоря, не парился. Отправил бы просто в перегонку, на будущее учел свою ошибку. Вопрос от подписчика канала под ником Арсений К. Почему варят на электроплите, а не на газу? А почему на электроплите, а не на газу? На газу тоже варят. Я уже несколько раз говорил, уважаемые зрители, вы можете выбрать тот вариант, который вам подходит. Можно гнать на газу. Наши предки гнали вообще на костре. Единственное, что газ и костер, это открытое пламя, и это пожарная безопасность. Сами понимаете. На электроплите это уже лучше. И пожарная безопасность, так сказать, меры пожарной безопасности соблюдаются на более высоком уровне, что в первую очередь в ваших интересах. Ну а если у вас вообще индукционная плита, то есть вам вообще опасаться не за что, здесь уже вы делаете абсолютно безопасную перегонку вашего самогона. Но еще раз говорю, выбор, конечно, за вами. Можно гнать и на газу, и на электроплите, и на индукционке, только вариант тот последний с индукционкой. Важно, чтобы ваш перегонный куб мог использоваться на индукционной плите. Последний вопрос задает зритель под ником Деда Лю. Как ваша бочка от Григоряна? Расскажите. Знаете, Деда Лю, я этот вопрос оставлю без ответа в этом видео. Почему? Потому что я ничего не буду рассказывать. У меня как раз подошел самогон, который дозревал полгода в этой бочке. И в одном из следующих видео я на ваших глазах вскрою, продегустирую и скажу свое мнение. А на сегодня все. С вами был самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые, здоровья и веселых застольей! Субтитры сделал DimaTorzok